Привет, друзья! Сегодня видео у нас будет посвящено своей круту, так как на днях я получил супер мощную дрель Rebir и также усилитель крутящего момента, она же мясорубка. Но купил я все это в непривычном, так скажем, для себя магазине. Обычно я набираю в интернете и смотрю, где какие цены. То есть в основном это нам всем вылазит все инструменты, либо 220. Но вот эта дрель попалась мне дешевле на беру.ру, причем практически на 1000 рублей. А мне аж на 1500 она дешевле обошлась. Также мясорубку я купил в магазине в Москве, заказал. Но там какая странность, что деньги я переводил просто на карту человеку. Немножко, конечно, страшно, но тем не менее я все получил, поэтому могу показать вам этот магазин. На мясорубке я тоже сэкономил порядка 1000 рублей. Итак, дрель Rebir. Она мне показалась достаточно хорошей покупкой, по крайней мере для стройки, потому что вы можете ее использовать как миксер. Можете сверлить ей большие отверстия как в дреневесине, так и в металле. Она очень мощная, у нее 2 киловатта мощности и всего лишь 330 оборотов в минуту, лишь бы вы ее смогли удержать, и она не вывернула вам руки. В комплекте у нее идет 2 ручки. Одна идет с резьбой, которая закручивается вот сюда. Вторая идет, так скажем, обжимная, как обычно на перфораторах. То есть ее одеваем вот сюда, скажу на ствол, не знаю как правильно назвать. Вот, и держать вы можете ее вообще, наверное, даже не один. То есть можно ее держать, а второму еще кому-то нужно нажимать на курок. В комплекте идут еще запасные щетки. Идет патрон до 16 миллиметров, ключ и, собственно говоря, само крепление, чтобы вы смогли установить патрон в дрель. Ну давайте посмотрим, как она работает. Смотрите, какой тихоход. Ну здесь вот можно регулировать обороты. Ух, какая моща. Ну и есть, конечно, реверс. Ну, как-то, если честно, для такой огромной дрели вот это все выглядит как-то не очень серьезно, я бы сказал. Ну, надеюсь, что это не отломаю в процессе эксплуатации. Ребят, ну особо по самой дрели я вам ничего рассказать не могу, потому что я ее не эксплуатировал. Могу рассказать про ее покупку. Итак, наберу ру. Она стоит у нас 9600 рублей. Плюс у меня были бонусы 500 рублей. Мне закинулось, я раньше покупал телевизор бабушки. И 500 рублей мне дали бонусов. Соответственно, я списал еще бонусы вот эти 500 рублей. Она вышла 9100 рублей. Доставка ее была бесплатная. А на все инструменты она стоит 10900 рублей. То есть экономия уже практически 2 рубля. Также еще какие бонусы? Наберу ру. Можно списать бонусы со Сбербанка. И также там вроде как они начисляются в каком-то большем процентном соотношении, чем во всех магазинах, если честно, не знаю. Но я покупал ее на карту Альфа-банка. Там у меня кэшбэк еще 1%. То есть это еще экономия порядка 100 рублей. То есть как раз 2000 на покупке этой дрели я сэкономил. Теперь переходим к мясорубке. Он же усилитель крутящего момента. Данный усилитель выдает 6800 ньютон на метр. Во все инструменты я искал, максимально нашел 5800. И стоил он 4700, по-моему. Может сейчас уже и дороже. Вот этот вот 4100 не обошелся. Но тут, ребят, доставку оплачиваете вы. Доставка из Москвы мне вышла еще 600 чем-то рублей. Но таких, во-первых, во все инструменты я не нашел. Вот. Но фишка в чем, как я уже сказал, я оплачивал на карту. Вроде как можно оплатить и на счет, как фирма. Но это будет все дольше обрабатываться. Вот. В общем, скинул деньги человеку на карту. Ну, все пришло. Поэтому контакты этого магазина я вам тоже оставлю. Придаточное число 1 к 78. То есть, видите, здесь крутим пальцами. А вот эта часть еле-еле крутится. Но здесь прям очень лютое усилие. То есть, вот сюда нам нужно будет приделать нашу офигенскую мощную дрель. А вот здесь уже мы будем делать набалдажник, который будет одеваться на сваи. И, соответственно, вот эта часть у нас будет упираться уже в землю, чтобы ее не вывернуло. В комплекте у нас здесь есть ручка, чтобы крутить руками. Вообще, это используется для снятия колес, откручивания гаек на грузовиках. То есть, какой-то удлинитель он мне, в принципе, не нужен. И идет у нас две головки. То есть, головки у нас подходят сюда. А вот здесь нужно будет что-то придумывать, чтобы сюда пристроить нашу дрель. Ребят, по инструментам, в принципе, все. Так как я их не эксплуатировал, больше я вам, кроме цены и где покупал, ничего рассказать не могу. Но хочу с вами обсудить саму конструкцию вот этого сваикрута. Исходя из того, что я видел на YouTube, мне, знаете, что не нравится? Что в основном там идет только вот эта вот одна труба у них, которая, собственно говоря, не дает выкрутиться сваи. И вот как-то вот держа вот эту трубу, кто-то может придерживает еще сваи, вот выставляют по уровню. Но это как-то несерьезно. И я решил сделать совсем по-другому. Моя задумка заключается в том, чтобы мы сделали какой-то обод, который будет держать сваи. То есть, снизу мы сделаем небольшую лунку, да, мы воткнули уже начало сваи. А вот здесь нужно ее, так скажем, зафиксировать. А потом уже у нас пойдет вот эта укосина и нас сваикрут, который будет крутить. Но загвоздка у нас заключается в следующем, что у нас же свая будет крутиться и так, и она одновременно будет уходить вниз. А наш вот этот фиксирующий обод, он должен оставаться. Соответственно, его мы будем крепить, ну, где-то на минимум на 3, а то и на 4, да, каких-то подвязки, так скажем, к земле, да, вот выставляя. И сейчас я вам попробую каким-то образом показать, как я хочу его сделать. Если у вас будут какие-то идеи или замечания по этому, то, ребят, пожалуйста, пишите. Попробуем все это дело исполнить. Попробую вам наглядно показать свою задумку. Вот это у нас будет как будто подшипник, но разных колец у меня нет. Одна это будет часть наружная подшипника, вторая как будто внутренняя, ну, хотя они одинаковые. Итак, вот у нас есть свая и у нас есть подшипник. Вот это пусть будет наружная часть. То есть к наружной части нам нужно приварить какие-то, ну, так скажем, уши, чтобы вот укосинами, да, закрепить ее к земле. То есть минимум 3 штуки, чтобы мы вот так вот могли выставить и потом чем-то там, каким-то колиями, да, зафиксировать ее в землю. Вот наружнее кольцо у нас стоит, но теперь нам нужно зажать, с одной стороны зажать, чтобы у нас не ходила вот эта свая, а с другой стороны надо, чтобы, как я уже говорил, чтобы она и крутилась, и еще уходила вниз одновременно. Вот, теперь мы переходим к внутренней части. Вот это внутренняя часть подшипника. Смотрите, какая у меня задумка. Нам нужно какой-то уголок, то есть это я сейчас схематически делаю. Сейчас с помощью клея попробую изобразить. Вот это внутренняя часть подшипника. Сейчас для наглядности все склеим. Посмотрим. А то, может, я что-то придумал невообразимое. Так, вот это внутренняя часть подшипника, и к ней нам нужно приварить уголочек. Так, не знаю, кстати, насколько возможно вообще к подшипнику приваривать что-то. Надо это аргоном делать, или можно обычной дуговой сваркой. У меня вот сейчас как раз проверю. Но я просто на титан пока прихвачу, чтобы можно было показать, и мне самому лучше понять конструктив. Итак, вот один уголок на внутренней части. То есть, соответственно, нам их нужно минимум три. То есть, ими мы будем зажимать сваю. То есть, вот в таком положении один уголок. А смотрите, второй уголок мы будем приделывать вот таким вот образом. Но здесь нам нужно сделать надпил, чтобы мы могли уголки вот так вот двигать, и, соответственно, их потом болтом фиксировать. То есть, вот так вот они у нас ходят. Давайте я сейчас просто в каком-то положении его зафиксирую. Так, вот уголочек есть. И теперь вот у этого уголка нам нужно будет сделать ушки, куда мы зажмем еще один маленький подшипник. Малюсенького колечка у меня нет, поэтому буду использовать то, что есть. Но конструктив вы поймете. Схематично вот такая штука у нас должна будет получиться. Но вот этих вот, естественно, надо будет сделать три, как у Мерседеса. То есть, смотрите, вот эта внутренняя часть, она у нас крутится. То есть, свая крутиться может. А для того, чтобы она беспрепятственно уходила вниз, мы используем вот эту штуку. То есть, вот здесь у нас ходит, как я уже говорил. То есть, это для разных диаметров свай. То есть, мы отодвинули, у нас входит сюда, ну, ограничено только, грубо говоря, вот этим местом. И чем больше мы возьмем вот этот подшипник, тем, ну, большую сваи мы можем зафиксировать. Вот здесь у нас прорези, соответственно, болт. То есть, мы до сваи выдвинули на одинаковое расстояние вот эти вот подшипнички. И закрутили болты. То есть, соответственно, у нас вот такого хождения уже нет. И на этих подшипниках свая у нас, когда закручивается, она легко уходит вниз. То есть, у нас вот это кольцо, ошейник, будем его называть, мы его выставили. И у нас легко свая крутится и так, и легко может уходить вниз. Мне кажется, достаточно такая, ну, несложная конструкция. Можно ее исполнить. Ну, надо только сейчас, единственное, что карантин, конечно, сложно будет найти где-то вот эти подшипники, всякие вот эти уголки, чтобы все это сварить. Вот. Ну, мне кажется, достаточно такая интересная штучка должна получиться. Ну, друзья, в принципе, на этом все. Еще у меня остался к вам один вопрос. На даче сейчас я заменил летний водопровод. Также обработал от сорняков. Буду делать электричество. Вот интересно, чтобы я вам это снял. Ну, то есть, помогло от сорняков или нет? Из чего делал летний водопровод? Сколько это обошлось? Долго я это делал или нет? Насколько это сложно? Как поставить, не знаю, счетчик, дифавтомат и так далее. Если интересно, я могу, в принципе, это сделать в один ролик, так как там, ну, в принципе, там информации-то на минуту на две, там, две минуты уделить водопроводу, две минуты вот этой обработки от травы и точно так же по электричеству. Если интересно, пишите, я этот ролик запилю. Все, ребят, до новых встреч, всем удачи и не болеть! Субтитры сделал DimaTorzok